Многие ждали окончания 2020 года и это произошло. 2021 год наступил. GTA 5 супер поздравляет вас с новым годом. Плохим ли был 2020 год? Пожалуй ответ на этот вопрос каждый, должен дать самостоятельно, а не бездумно повторять за массами людей. Безусловно, что в реальном мире главной проблемой 2020 года стал коронавирус и связанные с ним сложности. Стоит напомнить, что непосредственно сам коронавирус официально появился еще в конце 2019 года. При этом каждая страна самостоятельно принимала решение, как на это реагировать. Для мира игры GTA Online 2020 год стал одним из лучших. Забудьте о читерах в онлайне. Да, это отдельная проблема и головная боль, но с ней можно справиться. Просто используйте целебные таблетки в виде бана от Rockstar Games и со временем основная масса вредителей покинет мир GTA Online. В 2020 году для Grand Theft Auto Online вышло крупнейшее дополнение The Kappa Rika Heist – Ограбление Кайоперика. Обновление с тропическим островом позволило значительно разнообразить мир GTA Online, хоть и получилось не совсем таким, каким его представляли некоторые игроки. Самым большим разочарованием в Кайоперика стало то, что остров является отдельной локацией, а не расширением существующей карты. Кроме того, как следует отопнуть на зеленом острове тоже не выйдет, ведь ведь он находится под контролем вооруженных бандитов. Исбавиться от них раз и навсегда пока невозможно. Все, что нам остается делать, это танцевать на небольшом клочке. Каких возможностей особенно не хватает на острове Кайоперика? Свободно передвигаться. Использовать личный транспорт. Покупать недвижимость. Начать собственный бизнес по выращиванию и продаже какао. Вполне логично, что добираться до острова можно лишь на самолете, через международный аэропорт Лос-Сантоса, но совершать перелеты можно лишь в исключительных случаях. Подробнее про остров Кайоперика в GTA Online можно прочитать на сайте gta5.su.